ПЕСНЯ Самсон Одним из самых знаменитых судей израильского народа был Самсон. Сын Маноя из колена Данова. Он отличался необычайной силой и мужеством, которыми прославился в многочисленных битвах с фелестимлянами, языческим народом, воевавшим против иудеев. Само появление героя на свет было чудесным. Его доселе бездетным родителям явился ангел, возвестивший им о рождении сына и о его высоком предназначении освободителя, бога избранного народа от иноземного владычества. По наставлению ангела, с самого детства ребенок был посвящен родителями на служение Богу. Знаком этого посвящения были длинные волосы Самсона, которые он никогда не стриг. Именно волосы были символом той великой силы, которую дает человеку вера в истинного Бога и исполнение его заповедей. Самсон жил в то время, когда иудейский народ, уклонившийся в язычество, забыл многие заповеди, данные ему Богом. Так и Самсон, бывший избранником Божиим, возмужав, собрался жениться на фелестимлянке. Дочери этого народа были красивые и привлекательные, но по закону, жениться на иноверке язычнице евреям было запрещено. А воле Божьей брак этот не состоялся. Настроившаяся свадьба стала поводом к первой схватке Самсона с врагами и началом его борьбы с ними. Однажды по пути к своей невесте Самсон проходил через виноградник, и на него напал молодой лев. Дух Господень сошел на Самсона, и он растерзал льва, как козленка, хотя в руках у него ничего не было. Тогда впервые Самсон осознал, как велик и силен человек, когда с ним пребывает Бог. Спустя несколько дней он захотел посмотреть труп льва, и в нем нашел пчелиный рой и мед. Это дало ему повод к загадке, предложенной филистимлянам во время свадебного пиршества. Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое. Три дня не в силах разгадать бились гости над разрешением этой загадки. Тогда, стыдясь своего бессилия, они принудили невесту выведать разгадку у Самсона, пригрозив расправиться над ней и ее семьей. «Что слаще меда и сильнее льва?» Дали они ему свой ответ. Самсон, поняв, что обманут, оставил свою жену, изменившую его тайну. Однако, через несколько дней он вернулся за ней. Но тесть сказал ему, что вторично выдал ее замуж за другого, ибо решил, что Самсон покинул их навсегда. Чувствуя себя глубоко оскорбленным, Самсон решился отомстить. Он пустил в созревшие пшеничные поля своих обидчиков триста лисиц, привязав к их хвостам зажженные факелы. Разоренные филистимляне потребовали у евреев выдать им Самсона, и те, боясь гнева филистимлян, привели к ним связанным своего единственного героя. Помолившись к Богу, Самсон своей могучей силой разорвал крепкие веревки. Он схватил попавшуюся ему ослиную челюсть и убил ею тысячу ошеломленных филистимлян. После этого подвига он почувствовал сильную жажду, возвал к Богу, и тотчас же перед ним открылся источник, который впоследствии назывался источником вызывающего. Явив себя подвижником брани и вместе с тем подвижником веры, Самсон, как каждый человек, имел свои слабости. Однажды он страстно влюбился в филистимлянку по имени Долида. Воспользовавшись этим, его враги подкупили Долиду, чтобы та хитростью выведала тайну его необычайной силы. Узнав, что сила Божия будет пребывать с ним, пока он не обрежет волос, коварная филистимлянка повелела остричь богатыря во время его сна. Действительно, при пострижении волос Дух Господень оставил Самсона, и он ослабел. Враги схватили его, отвели в город газу и, выколов глаза, заковали в цепи. Проходясь в этом тяжелейшем состоянии, Самсон раскаялся во всех грехах своих, и сила его начала расти вместе с волосами. Во время праздника филистимского бога Дагона филистимляне привели скованного героя в свое собрание, чтобы позабавиться над беспомощным богатырем. Они смеялись, издевались над ним, били его и, наконец, поставили между столбами здания. Тогда Самсон в последний раз воззвал к Богу о помощи. «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Он уперся в столбы руками и сдвинул их с места. Здание обрушилось, похоронив под своими развалинами Самсона и тысячи филистимлян. Самсон был судьей Израиля двадцать лет. Велик был этот человек, один из всего народа, не побоявшийся противостоять жестоким врагам. Святой апостол Павел называет Самсона подвижником истинной веры. Своей героической жизнью Самсон доказал, что с верой в Бога можно победить любого неприятеля. А его героическая смерть вернула израилетян на путь истинной веры. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...